роман приветствую тебя и с артем долгожданный совместный эфир я тебе неоднократно уже говорил что мне крайне импонирует твой анализ технически очень нравится и опять же друзья можете посмотреть записи роликов прошлых все рекомендации романа но практически как говорится отработали себя нора берите к сведению информация опять же в описании к этому ролику ссылки на том числе канал романа пользуйтесь информации взять чем больше вводных принятия решений тем лучше вам дают взгляд и фундаментальные технические фильтруйте через вашу торговую систему и становитесь успешными ну что последние две недели вот у нас с тобой две недели назад по моему 14 до секундочку 15 октября был тех пор конечно же на рынке в плане новостей много чего изменилось вышло очень много статистики эта статистика разумеется часто помогает уточнить перспективы монетарных политика всех ключевых центральных банков за которыми мы вообще следим за которыми нужно следить но кстати говоря следующей неделе обещает быть еще более жаркой сразу анонсирую что на следующей неделе заседание резервного банка австралии заседание банка англии заседание федеральной резервной системы а нон фарм фэрлс поскольку первой неделе месяца пятницу и все это еще будет приправлено заседанием опека разные дни друзья все это и каждая торговая сессия прямом смысле прям уже со следующего вторника это полученная волатильность поэтому заранее хочу сказать то что контролируйте рифт следите за кризисов это всегда очень важно тем более когда точно по содержанию экономического календаря ожидаются периодные движения так сегодня я хотел бы обратить внимание на индекс доллара еще посмотреть австралийский доллар и канадский доллар мне вот австралийский и канадский доллар очень нравится как ведут себя в последнее время потому что их динамика предсказуема их динамика предсказуема потому что предсказуемо действие с одной стороны резервного банка австралии с другой банка канад можно перейти к демонстрации экрана покажу что есть так ну начнем с давайте тогда друзья со индекса доллара сейчас 93 41 по индексу американской валюты вчера распродажа вот это вот четырехчасовая освещает реакция на выход данных в бвп которые ну прям хуже некуда оптимисты помогали что статистика будет примерно в районе 2 и 5 процентов пессимисты считали что а годовой показатель из-за слабого третьего квартала синица до 2 и 3 процентов реальные цифры 2 процента то есть хуже чем ожидали пессимист такой редко бывает это как раз доказывает то что все таки последствия ковида которые продолжают проявляться в каких-то больше каких-то меньше но в совокупности они остаются якорем для американской экономики и не дают ей развернуться так как хотелось бы у у меня не было в принципе каких-то иллюзорных ожиданий что статистика будет хорошая потому что буквально на прошлой неделе были опубликованы отчеты бежевая книга пресс где четко было сказано что высокая инфляция рост цен на нефть актуальные опасения связанные с ковидом также проблем с логистикой вот эти срывы цепочек поставок все это а ухнулась именно на бизнес негативно поэтому 3 квартал буксовал американская экономика я думаю что поскольку все эти проблемы которые ты числа они никуда не делись в прямом смысле все проблемы по-прежнему актуальны и четвертый квартал будет таким же провален как и 3 квартал для американской экономики поэтому через месяц когда мы будем анализировать следующий отчет ввп он будет еще хуже по поводу того как конференция и что будет сделать сейчас в текущих условиях но наверное нужно уже смириться тем что программа количественного смягчения она уже будет в качестве анонса свернута по итогам седания на следующей неделе то есть начнут сокращать точнее первый этап срезание программы тюи на 15 миллиардов долларов с декабря это решение уже не вызовет какого-то резонанса потому что все уже давно заложено цену даже последний рост который мы наблюдали в сентябре в октябре он как раз был просто поедутся доллар основан на ожиданиях ужесточения политики до конца этого года однако повышение процентной ставки это совсем перспективы не скоро и чем хуже выходит данный сейчас особенно если плохим будет отчетном фармферл следующую пятницу всем соответственно дальше будут ехать сроки первого повышения процентной ставки я думаю что это уже 2023 год поэтому по доллару я смотрю вниз друзья как и ранее рекомендовал стартить потому что из диапазон не вышли прежним по торговке и скорее всего можем оказаться еще там поближе к уровню 92 и ниже но опять же очень важным будет заседание на следующей неделе и данные они помогут уточнить следующие тенденции и на эфире нашим с тобой совместным через неделю через две можем еще раз актуализировать эту тему слабостью доллару очень неплохо пользуются сейчас рискового актива австралии мне почему нравится потому что на следующей неделе резервный банк австралии также как и банк канады на этой неделе может завершить программу количественного смягчения потому что инфляция растет а сейчас основной на потребительских цен находится на верхней границе целевого диапазона резервного банка австралии а что касается базовой инфляции то она уже превысила два процента и это как раз основа для того чтобы начать ужесточать монетарную политику плюс ко всему австралия выигрывает от высоких цен на сливые товары плюс ко всему практически полностью сняты внутренние карантин ограничения вот последние серьезные локдауны были убраны скажем так в мельбурне в сиднии я ожидаю всплеск экономической активности и важно отметить что буквально вот с 1 ноября это значит следующего понедельника в 1 ноября будут сняты и внешние ограничения то есть те у кого есть кабины паспорта смогут ли кофе австралию если есть в этом необходимости ну и конечно же не стоит забывать про них и показатели заболеваем сейчас это очень актуальная тема учитывать то что в европе количество заболевших снова растет в австралии низкие значения поэтому низкий поклон властям и их усилием по поддержанию высоких темпов вакцинации короче у австралийца очень хороший потенциал я его давно покупаю в принципе он остается в восходящем тренде это четырехчасовой таймфрейм друзья не забывайте а фактически мы растем с конца сентября уже достигли 70 075 я вот ожидаю прорыв вверх уровня 1 75 60 70 и движение уже в районе 77 и выше и что касается канадца здесь вот на резонанс это мощная четырех часовая свеча ну скажем их 200 это как раз реакция на решение банка канады в прошлую среду потому что банк канады завершил программу количественного смягчения и анонсировал что повысить процентную ставку в первом квартале 2022 года мне кажется среди регуляторов это первая конкретика от развитых стран от банков по тому когда будут изменены процентные ставки поэтому первая реакция канадца она была собственно резкое укрепление логично я спит и ожидал последующий выкуп был больше связан с откатом на рынке нефти коррекционно но сегодня мы видим то что бренд снова растет и канадец канадский доллар снова помню про вот эти приближающиеся перспективы восточения национальной монетарной политики еще и здесь слабый доллар короче очень хороший потенциал снижение в район 122 и и ниже я думаю что вот эти вот две сделки австралийцы и канадец и как принесут очень хорошая х-профита вот последующие две максимум три недели роман кого тебе да очень интересно занимательно тебя слушать всегда очень скажем так содержательно я так не умею у меня так скажем более техническая информация вот но всегда интересно послушать для общего скажем так ракурса так я сейчас сделаю сразу демонстрацию тогда так 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 да я открыл тут тоже австралийский доллар посмотреть вот раз уж ты затронул австралийские канадские но вернемся к нему и сейчас пробегусь по классике скажем тогда значит евро доллара что касается значит европейской валюты каких-то долгосрочных тенденций ну ты знаешь я давать не люблю краткосрочный скальпинг вот поэтому и в этом твоя фишка кстати как раз твоя идея хорошо зарабатывать да да вот я скажем так я не верю в долгосрочные тенденции то есть они чем вот они бывают конечно же можно наблюдать это как бы прогнозировать это больше твоя сфера территория но я понимаю что когда мы прогнозируем долгосрочно да у нас получается что в течение вот этого срока который мы идет идет столько может событий случится вот в мире вообще да измениться что-то что этот прогноз он уже буквально там через неделю-две уже может устареть ну это моя такая субъективная точка зрения поэтому когда я какие-то сигналы даю я привяжу привожу особенно у себя на обучение если можно так пару слов буквально конечно да вот когда значит курс у меня у меня персональный кто обучается я привожу такой пример они может как бы вспомнить это что когда мы скажем так вот ну мячик допустим пинаем да вот и есть такое допустим вероятность что он долетит до стены которая вот допустим там 100 метрах 100 метрах да вот от нас и вероятность достаточно высокая но пока мячик летит а может мальчик пробежать какой-то кошка там пробежать до случайно сбить ветер может подуть мало ли что может произойти да вот но вероятность того что после того как я пнул этот мячик и он пролетит от ноги от моей метр до вероятность ну очень высокая поэтому я делаю ставку скажем так на анализ когда анализирую долгосрочную таймфреймы достаточно мелкие до нем один день 5 там h4 h1 как бы вот но при этом беру скажем так самый вот сок в том плане что вот от уровня до минимальное значение но но очень высокая вероятность что цена пройдет поэтому вот как бы на этой вот и сейчас вот что я вижу что у нас евро по евро в есть уровень поддержки поэтому если какое-то время еще цена папа будет наверху но это как бы там нюансы есть определенные которые на обучение уже рассказываю вот и коснется опять вернется к уровню поддержки то от него от я отметил квадратиком прямоугольником до бирюзовом есть будет сигнал на покупку поэтому можно для себя пометить что касается индекса доллара значит вот вот честно вот сейчас скажу вот только ты начал начал семинар я прям думаю о как раз идеальный момент я сейчас скажу что сейчас сигнал на продажу зеркальный уровень сопротивления вот прям сейчас вот и пока ты говорил вот она упала уже уже закрывать позиции пара выйдет успел чуть-чуть он прям думал сейчас прямом эфире скажу сигнал то есть что бывает как критикуют ну вот вы говорите там что-то будет а вот вот прям сейчас покажите и вот прям сейчас вот эта свеча она у нас буквально я перемотаю да ну да да она 15 минут то есть вот который ты говорил он только сейчас я отметил вот заранее это сигнал думаю сейчас я про него скажу он уже себя отработал все ребята если кто-то вошел по зеркальным сигналом тоже закрывайте позицию здесь я бы здесь уже закрывал вот значит ну здесь остается еще вот наверху у нас уровень сопротивления вот тоже я пометил что если все таки он пойдет дальше вверх то от этого уровня можем будет продавать дальше по 500 мы видим что цена откорректировалась до от уровня и пошла точнее открыть но тут была коррекция маленькая то есть достаточная вот чтобы краткосрочно войти вот здесь вот так сейчас секундочку с 1 я вот говорю про этот вот здесь бирюзовый оставил да вот этот сигнал вот здесь вот цена она корректировалась вот мой сигнал он отработал себя вот теперь дальше у нас пошел восходящий тренд вот и я смотрел думаю как бы будет ли еще коррекция да вот некоторые говорят что вот была сильная коррекция сейчас возможно 2 волна пойдет вниз но пока не могу найти подтверждение вот даже внизу индикаторы мы сиди до говорит нам о том что дивергенция скажем так но я практически нет то есть она слабая то есть нет никакого расхождения да поэтому вполне возможно что пойдет дальше наверх вот так нефть я не знаю ты затрагивал нет тоже я смотрю мы находимся я пытался найти здесь тоже дивергенцию на месячном графике тоже я не нашел ее то есть все ровно поэтому будет ли расти дальше нефть непонятно возможно что она будет вот недавно была новость какая-то и она просела чуть-чуть вот возможно что сейчас начнется коррекция вот этого уровня вот и здорово что ты затронул канадец ну и австралийс да и числа австралийс туда посмотрю потому что по канадцу тоже я буквально вот пару дней назад торговал на этой новости вот и был интересный случай сейчас я скажу про австралийс часто посмотрю экспресс да экспресс методом вот здесь я тоже да ты говоришь что восходящий тренд действительно я тоже наблюдаю восходящие тенденции вот единственно что могу сказать что если в рамках этой восходящей тенденции мы вернемся к уровню сопротивления то здесь хороший уровень будет поддержки сигнал на покупку вот и возвращаясь канадцу действительно было рывок вниз и самое интересное что в тот момент да если посмотреть его более в приближении да то новость а собственно говоря вот кстати говорят чем отличается да вот мой анализ я на цифры смотрел а ты послушал видимо да что там говорили ты сказал что действительно планирует повышать но не в этот раз а следующий раз ставку повышать да и возможно именно поэтому это явилось причиной того что цена все-таки для канадца укрепилась да и и тогда становится понятно почему она укрепилась потому что мне например было непонятно но мне было принципе то и неважно то есть у меня другие немножко методы вот интересный случай в том что мне как раз ученица одна звонит не звонит а пишет и спрашивает ну почему как бы ставка то осталось 025 и 025 осталось вот и почему цена упала так сильно я тут купила его цена пошла вниз как бы я вот просадка мне говорит окно я говорю вы посмотрите как выпустил два дня назад ролик реально посмотрите на камин на канал зайдите про то как торговать на новостях именно вот и как раз такой случай то есть у меня там три способа торговли на новостях вот если цена новость нейтральная скажем тогда по цифрам получилось вот если новость спровоцировала движение в данном случае доллар канадец вниз вот то мы торгуем тогда просто на откатах я реально я просто подождал пока цена куда-то уйдет то есть нам неважно куда пойдет цена если новость нейтральная это значит что она скорее всего не пойдет куда-то дальше вот потому что есть например положительные новости по нонфарму или повышение ставки какой-то стране да вот этот импульс может дать дальнейшее движение дальше вверх или вниз да и уже не вернуться обратно а если новость нейтральная и волатильность сильная то высокая вероятность того что просто цена вернется обратно вот поэтому это третий способ как раз таки торговать на откатах вот что собственно я сам и делал то есть цена ушла вниз я смотрю новость нейтральная я думаю хорошо сейчас я буду покупать и действительно она вернулась потом но если не к исходным значением то во всяком случае так если посмотреть на там на h1 да вот например ну вот в пределах как бы вот этого уровня да она она так и осталась которая она уже несколько дней находится да там пару недель практически вот и она собственно к этим значением и вернулась поэтому это работает скажем так рекомендации по торговле новостях работает главное как вот эти нюансы знать вот так что смотрите как раз ролик по этому поводу начали кстати еще одни выпущу на другую тему вот и соответственно вот наш один видно да что есть цена еще пойдет вниз да может быть она пойдет и дальше вниз глобально да но у нас ждет уровень поддержки поэтому в районе вот как раз цены 123 вот здесь у нас будет хороший сигнал 123 145 это 80 будет сигнал на покупку вот такие мои рекомендации так что всем желаю успешной торговли спасибо спасибо Романке за действительно обзор о сборах тех инструментов на которые мы сегодня вместе обратили внимание остается только следить за тем как рынок себя поведет надеюсь то что мы окажемся правы и тенденции именно полученного спроса на риск еще сохраняться так же как и доллар продолжит локальную а для меня еще значимо среднедолгосрочную движение спасибо тебе роман хорошего закрытия недели и классных выходных и тогда до следующих встреч спасибо